привет друзья и так долгожданный ролик во второй половине моего матча с игорем евгеньевичем немцем в которой практиковался вот такой вот дебют защите каракан в ответ на ход конь c3 делался ход h6 во всех партиях я играл f3 считаю это сильнейшим потому что после хода е7 е6 возникает позиция из экстремального ну по безгодову варианта защиты каракан которым черные делают слабый ход h6 он не приходил ни одному шахматисту в голову из получивших вот эту позицию или недаром потому что пешка на 6 это просто зацепка и так остаюсь при своем мнении что ход f3 здесь сильнейший вспомнил я что несколько лет назад да то есть игорь евгеньевич напомнил точнее сказать мы с ним обсуждали этот вопрос то есть я когда увидел что он рекламирует написал потому что вот а6 неудачен из-за ответа f3 игорь привел какие-то варианты в частности ферзь b6 но здесь белые не обязаны бить на d5 сразу есть нормальный ход а3 стандартный для варианта с идеей вывести слона на е3 то есть теперь скажем после и кони в 6 или е6 там слон е3 нельзя бить на b2 из-за кони а4 давайте ферзь b2 поставлю два вопросительных знака вот кони а4 и черный ферзь попался это значит белые сейчас нормально растают свои фигуры закончат развитие получат комфортный плюс ни в одной партии игорь евгеньевич так не сыграл но в своем стриме по матчу он это отметил в этой партии я сыграл слоны в 4 ход неплохой но на мой взгляд не сильнейший да действительно намного логичнее поставить слона на е3 слон е3 ферзь d2 и перевести во французскую защиту со странным ходом а6 слон е3 если ферзь b6 тут можно пожертвовать пешку ходом ферзь d2 допустим а можно сыграть так на ферзь b6 можно пойти ферзь d2 пожертвовав пешку здесь у белых за нее все-таки явный перевес в развитии ладья идет на b3 конь на е2 и потом движется вперед пешки королевского фланга ну центра и королевского фланга е5 f4 f5 а то и еды каких-то вариантов но не очень неплохо и а3 с идеей просто закончить развитие слон d3 конь е2 рокировка на b2 бить нельзя из-за коня 4 и черные без ферзя то есть появляется еще одна идея сыграть коня 4 на шах сыграть c3 и в случае b5 конь отправляется на c5 а иначе b4 и все равно конь идет на c5 то есть и активных идею белых множество я сыграл слона f4 и после коней в 6 просто обязан был найти такой ресурс как слон d3 просто по-человечески закончить развитие брать пешку на d4 крайне опасно потому что после конь b5 угрожает конь c7 вилка и висит ферзь брать на b5 нельзя потому что ферзь потеряется слон бьет b5 шах и надо играть ферзь d7 чтобы хотя бы две фигуры за ферзя было у черных то есть позиция на мой взгляд после слон d3 у белых ну прекрасно сейчас конь е2 ферзь d2 куда рокировать будем разбираться дальнейшем во всех партиях я играл в этой позиции либо конь е2 либо ферзь d3 ошибка слон b4 несомненно плохой ход потому что нечего слону делать на опять черные напали на пешку е4 белые легко защищают ходом ферзь d3 явно сильнейший ход в этой позиции и кстати при слоненной е7 совершенно нечего ферзю делать на d3 но это выяснилось в дальнейшем а эта партия сыграла одну очень плохую службу и именно из-за нее нескольких партиях опять же не во всех я имел сомнительные позиции но опять же в дебюте а на выходе из дебюта обычно у меня уже было совершенно выиграна давайте посмотрим убедимся то есть в этой партии белое получили выиграна с раздачей f4 одна из идей сыграть и в 5 черные не могут пойти c5 из-за конь b5 темпы потерянные на размен чернопольных слонов потрачены для черными для того чтобы белые усилились и после же 4 сток фиш 10 на 6 ядерном компе на глубине 25 ставят уже плюс 172 и дальше оценка растет вверх то есть позиция выиграна и мне удалось не расплескать какой-то момент пожертвовал качество так там после жертвы качества оценка плюс три с половиной вот то есть эту партию я выиграл легко и очень убедительно как мне показалось у вас может быть другое мнение я спорить с ним не буду ни в коем случае я рассказываю здесь свое мнение следующий партии игорь евгеньевич простая фигура иначе я пошел снова конь е2 но после слон е7 мое железо мне сообщает то есть понятно что я играл без компьютерной подготовки этот матч сейчас я провел серьезный компьютерный анализ и железо сообщает что после ферзь d2 у белых плюс 0 36 не помню на какой глубине то есть после рокировки сильный ход h4 белые не тратят темпа на длинную рокировку сразу хотят дать мат и лучшим похоже для черных является ход de в ответ на что опять же белые не обязаны брать сразу на е4 потому что размен на f3 приведет вскрытию линии же и быстрому мату то есть вот здесь на 27 глубине плюс 0 целых 82 сотых у меня комп насчитал ну я думаю что в дальнейшем тоже это с глубиной это будет увеличиваться а если черные играют b5 вот по образцам тех атак которые удались игоря евгеньевича ну просто е5 слон бьет h6 и на 29 глубине тут существенно больше единицы пользу белых то есть серьезнейшая проблему у черных именно из за счет хода а6 слабый ход ферзь d3 я делал во всех партиях то есть раз на пешку и 4 не нападают ферзя на d3 ставить конечно же не на здесь он попадает и под словно 6 и не помогает жертвовать на 6 но здесь вот после ферзь е3 ход еды еще вел примерно равной позиции то есть взаимные шансы этика оценку поставлю черные наступают двумя пешками на ферзи вам белые двумя на королевском белые чуть лучше мобилизованы и у них нет зацепок в районе короля поэтому ни за что не поверю что эта позиция у белых хуже взаимные шансы после ферзь е3 у черных действительно большой перевес но им требовало небольшой перевес стоп инициатива переходит к черным точный ход d е требовалось им найти угрожает конь d5 видите ферзь на d3 на е3 с два темпа потратили попали под конь d5 в случае фе все время нам надо считаться с ходами е5 и ц5 и лучшим комп предлагает вот сдать преимущество двух слонов противнику оценка на 26 глубине всего минус 0 25 но я признаю что инициатива здесь принадлежит черным то есть белым надо отбиваться ну да и не последовало последовало слона 6 и совершенно непонятная неясная сложная позиция снова я ошибся король b1 надо было стартовать с хода конь c5 и в этой позиции снова требовалось пойти да и должен сказать что да и было сыграно только в одной из восьми партий в этих структурах и это понятно почему шахматист играющий защиту каракан к ходу д е привык но при пешке на f3 люди которые сразу не бьют на третьем ходу на е4 они привыкли держать центр то есть ход д е очень сложный не шаблонный и шахматистом играющих с опытом игры за черных защите каракан не всегда понятный то есть но здесь то понятно здесь черные на коня c5 напали поэтому мне бы пришлось найти вот такой ход как коль g3 потому что на fs он бьет c5 и здесь конечно у белых хуже минус 115 на глубине 25 дальше но правда не знаю что там дальше скорее всего тоже подрастет потому что белым сложнее атаковать неожиданно но пешки нет однако последовало коль bd7 и вот это в эту позицию можно смело оценить как позиция взаимными шансы комп 025 на той же 25 глубине рисует минус 028 но мы видим что здесь черные с виду ну так чуть раньше начали пешками двигать и немножко опережают скорее всего белым стоило отправить коня на h5 ради угрозы слом бьет h6 то есть пешку же придержать ладья при случае с h3 подключится сложная совершенно неясная позиция игра реально на три результат то есть конечно ядер евгений еще может себе в актив занести но и я не вижу почему бы считать эту полученное мной по дебюту плохой позиции дальнейшее я думаю к дебюту не относится были качели где-то я получал плюс аж до трех с половиной потом выпускал его уверенно там до нулей то есть были реальные качели но партию опять удалось выиграть и снова конечно же такая победа она вдохновляет на то чтобы и дальше играть этот вариант и так как вы уже знаете здесь неплохо слон d3 я пошел конь е2 здесь надо играть ну конь е2 тоже нормально но здесь надо играть ферзь d2 вот а после рокировка же 4d и да вот кстати в этой связи вспоминается рассказанная полуанекдот полу исторический факт дмитрием вадимовичем кряквиным как у одного писателя спросили почему вы не пишете новых романов он сказал и он ответил что и а зачем и старые неплохо заходят то есть если вариант приносит очки то зачем его менять в этой позиции белые просто обязаны были бить конем да вот игорь евгений взял на е4 ну тоже после конь бьет е4 позиция в районе нуля варианты посмотрите сами действительно белая не сделали ничего не поправимого чтобы их позиция стала плохой после вот ход фе вроде бы тоже не точный тем не менее если я на кольбе g4 вместо логичного ладья g1 сделал ход h3 у белых полный порядок так например после кони в 6 30 у черных почти безнадежно по линии же начнется неизбежно страшная атака а вот после обязательного е5 ну только с идеей е5 конечно да и делается в этой позиции конь на g4 пойман но у них есть тактический ресурс ведущий к равной игре то есть можем посмотреть мы можете посмотреть самостоятельно я сделал слабый ход ладья g1 но после е5 д и 11 ход черную игру тоже грубо ошиблись здесь выигрывала слонов 4 несомненно это выигрывала потому что чем бы белые не закрылись на h2 висит и там на f3 попадает а главное с потери пешки h2 будет сложно пробиться через броню на поле g4 там черная поставят туда фигуру и укрепится ходом h5 а вот после ферзь b6 длинная рокировка несомненный перевес уже у белых потому что нет хода кони в 2 да тут в случае сильнейшего слов же 5 от белых тоже требовалось бы найти неплохие ходы но здесь здесь у белых отличные шансы на атаку а что у черных кроме неразвитого ферзевого фланга с этой партии с дебютной частью тоже мы заканчиваем длинная рокировка оценка плюс минус столбик 12 ходов сделано у белых все фигуры разве о чем говорить после ладья d8 неточного ферзь h3 оценочка компьютера плюс 3 ну и после ферзи 3 больше единицы даже при сильнейшей игре черных вот белые все фигуры развили дебют окончен идем к следующей партии снова итак мы знаем что есть сильный ход слон е3 есть интересный ход а3 чтобы слон на b4 не вышел и потом спокойно расставится слон е3 ферзь d2 не опасаясь не ферзь b6 и b5 пока у нас даже рокировка не сделано я по-прежнему вывел слона на f4 и ферзя на d3 то есть опять же надо было выводить ферзя на d2 до в этой партии я решил запереть центр чтобы начать жертвовать на а6 но разумнее было конечно ферзя ставить на d2 и это давало белым лишний темп скажем так мягко прислонение 3 еще давала возможность поставить пешку на f4 которая при случае двигалась на f5 и вот здесь после хода h4 11 ходов развитие еще не закончено но у черных была возможность сыграть ферзь b6 в ответ на что очень интересен удар слон бьет а6 теперь если f6 проигнорировать то белые максимально жестко надвигаясь на на королевском фланге получают несомненную компенсацию за пожертвованную фигуру давайте оценим так что фигуры нет ничья белых должна устраивать шансы на вечный шаг отличная в случае не точной игры а в blitz где она точная отличные возможности замотовать после сильнейшего cd эту позицию тоже можно отнести оценить как неясную пешек поровну черные по центральнее то есть пешки в центре у них но двигать эти пешки не так просто да я бы предпочел черными играть конечно эту позицию но считать на этом основании что у черных большой перевес ну неразумно слон c8 пока не может войти в игру последовало cd более сильный ход до cd отличный ход и теперь ходом слон c5 черные могли меня поставить в портер конь c2 очень сильно здесь мне кажется f6 неплохо и ферзь b6 тут прорываются по центру черные конечно и уже белые не успевают консолидировать свои фигуры условно f1 застрял вот но вместо этого кодку бьет d4 тоже это дебютная ошибка на мой взгляд и после а6 проще всего конечно король е3 король b1 уйти полезный ход здесь с увеличением глубины растет и плюс белых в основном именно за счет зацепки на 6 я сыграл ферзь е3 нормальный ход вот и вот здесь у белых уже снова огромный перевес а после коня 4 конь b3 так этом это уже не дебют хотя белая все еще не завершили развитие но у белых уже выигран потому что после ферзь c7 был мощный удар ладья d4 напали на коня и плюс 2 и выше начиная от 24 глубины то есть белые переходят к решающей атаке на королевском фланге эту партию я проиграл я считаю вполне заслуженно несмотря на то что получил выиграно к 18 ходу то есть комментировать ее не буду там выигрывал не один раз но в метель шпиле а точнее сказать даже в эшпиле зря поменял ферзей оказался переигран то есть это нормально вот и еще раз я совместил коня на едва и ферзя на d3 все после этого я перестал так делать по моему то есть предыдущая партия нанесла мне серьезный удар здесь я не спешу с рокировкой но ферзя отвожу на е3 прямо под конь g4 стоило признать ошибочность хода ферзь d3 вернуть ферзя на d2 позиция совершенно не ясно что тут атакуют черные непонятно белые вполне могут рассчитывать на атаку на королевском фланге я ошибся а вот еще одна партия где последовало d e f e но правда здесь логического завершения идеи не произошло мощный удар е5 оставлял белых с кучей слабости и в общем в плохой позиции до после b4 позиция стала более неясной и а в этой партии мне удалось несмотря на грубый зевок на двадцать шестом ходу потом удалось обмануть двадцать шестом уходу оценка была уже плюс четыре в пользу белых вот на самом деле двадцать четвертом на двадцать втором году я упустил выигрыш там плюс семь с половиной то есть а плюс минус столбик был здесь после семнадцати ходов в этой партии а уже эта позиция не побоюсь показаться наглом у белых ну точно не хуже то есть я бы оценил как с взаимными шансами перейдем к следующей партии здесь серьезно виды изменил расстановку я не поставил коня на едва то есть у меня слон f1 получил возможность выйти ну вступить в игру тоже очень интересная идея перс на d3 в этом случае стоит конечно не очень хорошо но вот здесь вместо b4 была возможность пойти и скажем после ферзь d2 попытаться атаковать вот таким образом интересно проверить и немедленное взятие то есть посмотрите у черных теперь раскрыт король и в случае c5 ничья белым гарантированно напали на 6 терять нельзя там подключиться через d3 слон или ладья наш 7 если уйти то слон на d3 подключается а если вот так ходить то то короля выгоняют в центр и белые начинают страшную атаку то есть черных разракировали у белых за фигуру огромный перевес в развитии была вот такая возможность дебютная я прошел мимо нее может следующий раз даже если получу эту позицию не пройду играть белыми явно комфортней интересней и проще я сыграл же 4 но и эта позиция здесь у черных конечно все в порядке но надо было обязательно пойти c5 то есть попытаться здесь ну или е5 вот как мы уже знаем или конь бьет же 4 найти возможность но повторюсь размен на е4 а кстати видео у меня на едва теперь попал другой конь то есть конь g1 не вышел на едва и у белых сохранилась поле для коня c3 вот то есть важный плюс почему конь на g1 не был выведен а после шаблонного слона 6 версия 3d и и фе конь бьет же 4 вот эта оценка уже с большим перевесом практически подавляющим у белых сейчас будет атака поле ниже просто на f5 я зевнул ход слона h4 но это нормально в лиц многие издевают и вместо естественного хода кони в 3 как как в общем то мне хотелось играть практически на любой ответ я я ляпнул аж 3 потеря времени ну явное зевок качество конечно после слона h4 3 с половиной в пользу черных но в этой партии мне удалось пристроить симпатичный мат то есть в эшпиле я сознательно не форсировал вечный шаг то есть неудачно черные реализовывали лишний материал перешли в эшпиль и но тут даже отвлекусь потому что многим мат понравился укажу что вот в этой позиции после ладья бьет d4 ход конь g6 форсировал ничью грозит мат в один ход черные обязаны 8 прикрытий вот элементарный вечный шаг это было сильнейшим а я ляпнул конь е6 конь е6 я видел сильнейший ответ конь d7 но блиц время то есть была поставлена ловушка и черные в нее попались после конь d7 конечно у черных на 28 глубине минус 0 55 но на деле у них лишняя пешка и спасутся ли здесь белое непонятно а последовала ладья d5 ну и форсированный мат к следующей партии перейдем ее снова проиграл снова ферз вышел на d3 не точно а слон на f4 не точно но конь не вышел на едва как мы опять видим эту позицию я бы оценил с взаимными шансами я бы никоим случае не говорил что здесь у белых очередной горшок там или как как то там иначе игорь евгеньевич сообщал белые не сделали ничего сверх плохого то есть да немножко странное развитие но f3 g4 h4 стандартная атака во многих дебютах черные кстати используют диагональную симметрию они также c6 b5 опять играют только на другом фланге у меня есть зацепка моего противника нету почему должно быть плохо не понимаю конечно принципиально было h4 и оценка 1 и 2 линии за черных я приводить их не стал около нуля а вот все остальное дает огромный плюс белым посмотрите самостоятельно получите массу полезной информации я отошел ферз d2 кстати признал ошибку что ферз на d2 признал что ферз на d2 стоит лучше и здесь конечно черные должны были играть de теперь c5 но вне зависимости от того сыграют они слон b7 или сыграют они кони в 6 после же 5 идет борьба на встречных курсах белой первыми вскрывают линии на королевском фланге и и шансы у них на мой взгляд не ниже после опять мне конечно следовало сыграть аж 4 и вот в этой позиции на первых четырех линиях комп стоит 0,7 уже от 21 глубины дальше по мере возрастания глубины возрастает у него плюс у белых но я бы контр игру черных не не стал недооценивать и оценил эту позицию опять же как с взаимными шансами то есть мне кажется белыми играть комфортнее но наверняка найдутся люди которым кажется что играть проще черными пожалуйста но хуже я и после конь g3 не стоял на 4 только конечно надо было бы сыграть по-человечески и не вскрывать лишних линий то есть пешку поставить на а3 сразу черным тогда тяжелее пожертвовать на а3 и добираться до белого короля ну и после король b1 b3 нужно было либо а3 сыграть либо h4 снова позиция с взаимными шансами а вот здесь у белых уже проиграна и проще всего черным было сыграть слон а6 готовя жертву на а3 в лучшей редакции сначала коняна c4 привести и потом взять на а3 здесь же у черных полнейшая компенсация думаю что более чем достаточно король открыт но игорь евгеньевич там серьезно промедлил и скажем после 27 ходов 24 ходов оценка была уже плюс 2 в пользу белых я там не воспользовался ошибкой противника после 27 плюс четыре с половиной в пользу белых на приличной глубине естественно вот но важнейший то момент вот здесь то есть плюс 9 дает элементарная король c1 и белые убегают от шахов легко убегают ладья на h1 защищена фигура лишняя есть угрозы на королевском фланге совершенно выигранная позиция но меня посетил следующий глюк я видел ладья а1 но вот для меня стал сюрпризом ход b2 и словил такой глюк мне казалось что после слон бьет b2 следует ход ладья бьет b2 шах я должен ходить куда-то королем после чего меня матуют но это маразм конечно то есть уже сказалось усталость я ушел королем на d2 и получил симпатичный мат здесь я сдался мат неизбежно король c3 ладья b3 и ферзь c2 мат но к итогам дебюта это поражение ну совершенно никакого отношения не имеет на мой взгляд опять же следующей партии стоп я снова расставился ферзь d2 конь е2 и получил хуже то есть здесь надо было признать ошибку отойти ферзь d2 позиция сложная я бы сказал неясная последовало е5 и сейчас черным надо было быстрее b5 играть мы нечто подобное анализировали можно пойти например а3 можно попытаться сыграть f4 или пожертвовать слона на 6 раньше времени интересные позиции возникают черные сыграли c5 вот на девятом ходу и где у них перевес то есть стоит стандартная французская защита а до у черных лишний темп они затрачены ими на ход h6 а белые коня поставили не на f3 она едва что конечно тоже может оказаться не в плюсы с другой стороны а может быть как раз и наоборот при случае конь идет на h5 очень быстро но здесь черные должны были играть конь c6 вообще мне вот эта позиция конечно больше за черных нравится до пешки а6 добраться невозможно ау за счет маневра ферзь d3 ферзь d2 слоны в 4 слон е3 черные получили пару лишних темпов то есть что делает безусловно их позицию вполне комфортный и очень приятный ход cd ошибка потому что теперь на конь c5 я ушел ферзем на е2 после ферзь d2 тоже железо дает плюс равно но ферзь е2 мне кажется посильнее потому что противостояние черным ферзем не позволяет загнать коня на е4 и вот здесь первые четыре линии дают от плюс 0 23 до плюс 0 85 пользу белых самая сильная король б1 ну и в дальнейшем у черных были возможности получить позицию взаимными шансами а к 18 уходу уже плюс 2 и более в первых четырех линиях был забавный момент вот здесь черные решили пожертвовать фигуру но после слон c6 вот здесь оценочка плюс 2 с лишним потому что пожертвовать ничего черным не удастся сейчас будет слон b6 c5 линия d в руках у белых пешка е4 теряется плюс 2 оценка черные предпочли пожертвовать фигуру и ходом ладья c1 белое получали плюс 2 с лишним а вместо этого я сыграл ладья c2 не заметив такое затмение слон бьет а2 ну и мой противник не заметил запрещение было обоюдно после слон бьет а2 конечно у черных плюс 5 дальше была сложная борьба игорь евгенич ставил проблемы но по большому счету на этом все закончилось то есть тут лишняя фигура да и это была последняя партия то есть мне ее удалось реализовать хотя черные могли стоять там большие проблемы оценки везде плюс 2 с половиной что я хочу сказать в заключении лично мне вот этот вариант по-прежнему кажется очень опасным для черных и скорее всего именно из-за него третьим ходом а6 я играть не буду но расстановка ферзь d3 конь е2 слоны в 4 которая была применена мной в подавляющем большинстве партий вот именно вот таком ключе она хороша только против выхода слона черных на б4 если черная ставят слона на е7 то у них появляются вас серьезные возможности в центре которыми кстати мой противник не пользовался почему я должен считать что я проиграл дебютную дуэль если допускать но во-первых так я признаю что избирал не сильнейшую расстановку но мой противник раз за разом не находил сильнейших возражений и после 15 ходов если посмотреть все партии все партии большинстве партий у белых был перевес то есть но в целом партий будут прикреплены внизу в описании к видео смотрите изучайте делайте свои выводы то есть я не буду ни на кого в обиде если вы напишете что до черная сухую выиграли этот отрезок матче всем спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер роман овечкин комментируйте ставьте лайки подписывайтесь